Старикам тут не место. Этот фильм собрал около 75 различных кинонаград. Братья Коэн мастерски перенесли действие одноименного романа на экран, сумев при этом передать дух оригинального произведения. Однако это совершенно точно не типичный вестерн с бандитами, шерифами и погонями. Фильм заставляет нас по-другому взглянуть на мир, заметить то, что до ныне не замечали. Но благодаря чему ему это удается? Как фильм передает нам ту сухую, суровую атмосферу Техаса? Что создает тот непоколебимый образ убийцы Антона Чигура? И как он добивается своих целей? Сегодня я отвечу на все эти вопросы, а также проанализирую других персонажей, чтобы разобраться в концепции фильма и попробовать понять, действительно ли старикам тут не место. Мне часто приходится выпускать различные обучающие материалы, и для каждого из них мне приходится искать хорошего технического специалиста. Так, в очередной раз, пролистывая тематические сайты, я наткнулся на вакансию системного аналитика и, честно говоря, удивился от их зарплат. Интересно, что вскоре судьба свела меня с ребятами из Product Life, которые запускают онлайн-курс «Системный аналитик». Этот курс научит вас системному мышлению и анализу, обеспечит знаниями в области инженерии и аналитики, но также сформирует хорошие навыки для коммуникации в команде. После обучения вы сможете правильно ставить задачи разработчикам, самостоятельно анализировать данные с помощью SQL-запросов и проверять реализацию требований заказчика. И уже через 6 месяцев обучения на курсе вы выйдете готовым специалистом с полной базой навыков, которые востребованы здесь и сейчас. Вы сможете претендовать на зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. С обучением вам будут помогать опытные наставники, а с трудоустройством – карьерный центр школы. Если вы давно хотите освоить эту профессию, то приходите на курс «Системный аналитик» в онлайн-школу Product Life. Программа посвящена двум ключевым сторонам этой профессии. Внедрению технологий и решению бизнес-задач. А преподаватели – ведущие специалисты Microsoft, Альфа-Банк, Растелькома и Яндекса. Курс действительно интересный, поскольку дает возможность обучиться новой и востребованной профессии за короткие сроки. А уже сейчас у вас есть возможность получить 45% скидку по промокоду MENTAL. Ссылка на курс находится в описании. Кстати, промокод действует и на другие курсы и позволяет пройти обучение по скидке или с 12-месячной рассрочкой. А школа Product Life обучает таким профессиям, как проект и продакт-менеджер, HR-аналитик и другие. Ссылка находится в описании. Проходите обучение по этим специальностям и, вполне возможно, кто знает, мы с вами как-нибудь посотрудничаем. Братья Коэн в очередной раз продемонстрировали нам свое мастерство режиссуры. Фильм не просто показывает нам сухую и безжизненную пустыню, он будто сам ей является. Но благодаря чему воссоздана эта суровая атмосфера Техаса? Во-первых, цветовой код. Палитру оттенков фильма в основном составляют блеклые, выцветшие цвета. Внизу вы можете видеть общую палитру цветов, составленную из всех кадров фильма. Во-вторых, отсутствие музыки. Этот, казалось бы, необычный для современного кинематографа прием добавляет к картине сухость и заставляет нас прочувствовать пустыню на себе. В прежние времена иные шерифы и оружие с собой не брали. Нынче кому скажи, никто и не поверит. И хотя режиссеры использовали довольно простые методы, они оказались очень действенными. Чтобы передать дух одноименного романа, по которому и поставлен фильм. Однако кино – это не только то, что мы видим на экране, но и то, чего мы не видим. То есть те фрагменты истории, что режиссер специально оставил за кадром. Некоторые сцены из оригинального романа намеренно не добавлены в фильм. Это сделано для двух целей. С одной стороны, это заставляет зрителя задуматься о произошедшем. С другой, это бесценивает ту жестокость и насилие, которым наполнен фильм. Снижает их значимость. Обратимся теперь непосредственно к героям фильма. В природном мире между хищником и жертвой всегда идет борьба. Победитель получает в награду жизнь. В процессе охоты от хищника требуется терпение и сноровка. Охота обостряет восприятие, все навыки и способности. Выживает самый сильный, умный, проворный. Жертва тоже должна быть сильнее, быстрее, изворотливой, чтобы выжить. В сюжете фильма жертвой является Льюлин Мосс. А хищником, очевидно, Антон Чигур. Начнем с Мосса, который в фильме больше ведет себя как жертва. Льюлин – это обычный, ничем не примечательный, среднестатистический американец на пенсии. Однако в какой-то момент ему выпадает шанс. Ему попадается чемодан с двумя миллионами долларов. Мосс решает оставить деньги себе. И с этого момента за ним начинается охота. В фильме он проявляет поведение типичного норного животного. Прячет свои ресурсы, делает тайники, где это возможно. Постоянно беспокоится о своих деньгах. Способен ли он устоять перед соблазном денег? Очевидно, нет. Физиологическая потребность безопасности обычно стоит у людей выше, чем жажда денег. Даже будучи тяжелораненым, Мосс не принимает помощь от Карсона Уэллса. Слушай, деньги ты должен вернуть. Или у меня не будет причин тебя защищать. Поздно. Спустил я их. Миллиона полтора. На девок и веськи. Остальное уж и не помню. Затем, будучи в среде, где игра идет по законам хищников, при противостоянии он становится проигравшим, так как не подготовлен к этому. И здесь мы можем говорить о том, что Льюлин стал жертвой горделивости, самоуверенности и жажды быстрой наживы. За что он сейчас на пути в Одессу? А что ему ловить в Одессе? Жену твою убить. Тогда это уже ему лучше бояться. Антон же, наоборот, является абсолютным хищником, охотником, преследующим свою жертву. Он идет к своей цели уверенно и последовательно, ни на что не отвлекаясь. Почти в первой же сцене, в которой мы видим Антону, он совершает первое убийство. Сцена намеренно затянута и гиперреалистична для того, чтобы вызвать у зрителя шок, отвращение или дискомфорт. Тем более эти ощущения усиливаются из-за дефицита информации. Мы не знаем, за что задержали Чигура. Мы просто видим сам факт этого. В течение первой половины фильма мы даже не знаем, как его зовут, кто он, в чем его цель и что ему нужно. За счет этой недосказанности создается ощущение, будто Антон был всегда, еще задолго до событий фильма и совершал подобные поступки. Это создает загадку, как и для зрителя, так и для персонажей фильма. И больше погружает происходящее. Такой режиссерский прием называется саспенс. Подобный метод раскрытия сюжета уже был разобран в разборе сериала «Настоящий детектив». Что же создает тот самый образ Антона Чигура? Идею отстраненности и непохожести на других мы можем наблюдать по мимике Антона и по его внешнему виду. Этот спокойный, но при этом будто осуждающий и угрожающий взгляд мы будем наблюдать почти весь фильм. Все главные персонажи фильма похожи на ковбоев или типичных техасских фермеров. Носят одежду выцветших тонов, имеют при себе огнестрельное оружие, носят ковбойские шляпы. Даже в офисе серьезной компании персонаж Вуди Хардессона не снимает ее. Антон же выглядит буквально черным пятном на их фоне. Полностью черная одежда, но при этом ухоженная прическа коры и дорогие туфли из кожи крокодила добавляют его образу еще большего диссонанса с остальными персонажами. И с его действиями, и словами в фильме. Не случайно были выбраны и именно такие туфли. Художник по костюмам хотел, чтобы они были не просто одеждой, а будто отражали характер Антона. Выглядели шершавыми, острыми и грубыми, так, будто они могут кого-то убить. И, конечно, уникальный стиль коммуникации. Наиболее четко метод общения Антона и тот диссонанс, которого он вызывает, мы видим на примере сцены с работником заправки. С того момента, когда продавец задает вопрос и пытается спросить, откуда Антон приехал, Чегур пристально смотрит прямо в глаза продавцу и не отрывает свой взгляд от него. В обычной ситуации взгляд в глаза вызывает доверие и показывает искренность. Но при длительном контакте, как это делает Антон, это создает напряжение. Кроме того, он задает довольно простые и незатейливые вопросы, но делает это с такой интонацией, как будто это претензия или угроза. Он отвечает вопросами на вопрос, настойчиво повторяет одни и те же предложения, одновременно и повышая напряжение, и будто гипнотизируя продавца этой страны для него монотонностью. При этом уровень стресса он повышает намеренно, подобно тому, как это делается на допросе в игре Detroit Become Human. Но если в игре это было необходимо для допроса и получения информации, в фильме Антон делает это, чтобы наоборот скрыть необходимую информацию. Сначала продавец пугается и начинает оправдываться. Мы четко видим эмоцию страха. Затем он пытается уйти из разговора. После пытается отвести взгляд, бегает глазами и паникует настолько, что говорит Антону. Не зная, что сделать с этим человеком, Чигур предлагает ему сыграть в Орла и Решку. Очевидно, что таким образом он списывает ответственность себя на судьбу. Если человек проиграет, он будет убит Антоном. Продавец в итоге выигрывает, хотя и остается в полнейшем непонимании ситуации. И Антон уходит, оставляя продавца в этом состоянии. Антон склонен исказить окружающую реальность, сделать гротесную и гипертрофированную пародию на недостатки и жестокость общества, воплощая эту жестокость в себе. Его персонаж переворачивает все с ног на голову, раскрывая теневые стороны вещей. В фильме Антон будто обличает пороки общества. Его роль – демонстрировать эти пороки в гипертрофированной форме своими действиями. И без слов. Он живет не по тем правилам, по которым живут другие, обычные люди. Подобно Джокеру из фильма Нолана, он показывает, насколько хрупки те устои и принципы, на которых стоит и строится общество. Он нивелирует ценность человеческой жизни. Чигур обращается с другими людьми по ходу фильма, либо как с препятствием, которое надо устранить, либо как с ресурсом, который можно использовать для собственных целей. Для него поведение любого человека предсказуемо и очевидно. Поэтому, если ему не нужно кого-то убить, он будет играть на эмоциях других людей. Примером его холодного отношения к эмоциям других людей может быть сцена, в которой Чигур приходит в аптеку за лекарствами. С самого начала сцена кажется слишком яркой и даже доброй. Если видеть этот кадр бесконтекстно, может сложиться впечатление, что он взят из какого-то позитивного и доброго фильма. Это снижает бдительность зрителя перед неожиданным взрывом. Машины, которые совершает Антон, чтобы отвлечь внимание посетителей. Пока покупатели бегут из здания, он идет к необходимым медикаментам. При этом он даже не смотрит ни на кого из них, даже не поворачивает голову в их сторону. Он настолько уверен в том, что это отвлечение внимания сработало, что совершенно ничего не опасается. Только в конце сцены он на секунду оборачивается. Его оружие – это уникальное устройство, которое мы не видели еще ни в одном фильме. Газовый баллон с пистолетом для забоя скота. Хоть это устройство и кажется поначалу неуклюжим балластом, оно дополняет облик Антона и будто является продолжением его сущности. Это оружие выглядит массивным, угрожающим, не оставляет следов, действует быстро и эффективно. Кроме того, оно продолжает идею охоты фильма. Те, кто оказались убиты этим пистолетом, всего лишь животные для забоя, которых нужно убить и, говоря образно, съесть. С другой стороны, Антон – это прямолинейный смелый человек. Он следует за своими целями и делает это решительно, сметая все на своем пути. Как ему это удается? Одно из главных преимуществ Антона – полное отсутствие эмпатии и сопереживания кому-либо. В отличие от Мосса, ему нет необходимости о ком-то переживать. Груз ответственности и защиты близких не мешает ему. Кроме того, Чигуру в схватке со своими противниками абсолютно нечего терять, поэтому его действия более рискованные и решительные, чего его противники явно не ожидают. Отсутствие сострадания позволяет ему в схватке быть на уровень выше своих оппонентов, ведь он не тратит энергию и ресурсы на заботу о близких. Дополнительным бонусом в его арсенале является полная безжалостность. Если это необходимо, он убивает людей, абсолютно об этом не задумываясь. Это позволяет не оставлять свидетелей своих действий, а также переодеваться в шкуру убитого человека, пользоваться его машиной, оружием, жилищем. В начале фильма бандиты даже восприняли его за своего, когда они исследовали место преступления. Таким образом, получая пользу за счет других, он не тратит время на поиск необходимых ресурсов. Об этом, кстати, я уже говорил в ролике «Социальные хищники среди нас». Что любопытно, образ Антона Чигура из фильма был признан психиатрами одним из самых достоверных изображений психопатов на экране. Кроме моральных качеств, точнее их отсутствия, преимущество Антону добавляет скрытность, внимание к деталям, а также профессиональные навыки убийцы. Он настолько виртуозен в своем убийственном репертуаре, что своей скрытностью и ловкостью он напоминает неупокойного духа или призрака, который хочет отомстить за то, что его потревожили. Для него нет закрытых дверей, недоступных мест или мест, защищенных от него. В течение фильма он то и дело появляется ровно там, где ему нужно быть, словно из ниоткуда. Чигура одержим идеей установления справедливости, но при этом сам определяет ее границы. Он следует за своими принципами и ставит их выше всего. Они являются для него жизненным законом, постулатом, фундаментом, на котором он строит всю свою жизнь. Да и свои убийства он совершает не ради выгоды или личной мести, сколько из-за принципов. И как ты не поймешь, с ним договориться невозможно. Даже получив бабки обратно, он тебя все равно убьет. Он своеобразный человек. Можно сказать, с принципами. Он вроде как выше наркоты и денег. По отличать. По его мнению, принципы – это самая важная составляющая личности человека, которая определяет его жизнь. Именно об этом он говорит с Карсоном перед тем, как его убить. Убийство он совершает легко и непринужденно, едва повернувшись на Карсона. В этой ситуации Антона больше беспокоит чистота своих туфель и разговор с Моссом, чем то, что он отнимает чужую жизнь. Следуя своим принципам, Антон Чигур ведет себя так, будто является палачом-вершителем судеб. Складывается мнение, будто сам решает, кому следует жить, а кому умереть. Такой подход чем-то напоминает Раскольникова из романа Достоевского «Преступление и наказание». Как и Раскольников, он делит людей на два сорта. Те, которые имеют право вершить судьбы других, и тех, кто, говоря словами Раскольникова, относится к тварям дрожащим. Однако, если Раскольников раскаивается в содеянном, испытывает моральные терзания и получает наказание по всей строгости закона, Чигур никак за содеянное не расплачивается. Более того, он твердо уверен в том, что поступил правильно. Поговорим об убийстве Льюилина. Хотя кому-то оно может показаться очевидным, эта сцена является довольно неоднозначной. Все начинается с непривычно яркого сочетания цветов и образов. Яркий бирюзовый цвет, обилие солнечного света. Мосс находится в правой части кадра. Картину дополняет Льюилин, который одет так, что по сравнению с предыдущими кадрами, это кажется праздничным нарядом. Девушка у бассейна, которая зовет Льюилина выпить и расслабиться в ее номере, от этого кадра даже вид какой-то жизнью, которой не хватало в остальном фильме. Несколько секунд спустя настроение сцены меняется. Дрожащая камера и ее перемещение, будто вместе с взглядом шерифа, постепенно увеличивают напряжение. Сначала мы видим убитую женщину, затем раненого мексиканца, который потерял оружие и пытается уползти, и кульминацией является вид мертвого Льюилина. Те же бирюзовые тона становятся уже темными. Главный персонаж сцены располагается теперь в левой части кадра, находится в тени и испытывает другие эмоции. Такой ход добавляет этим двум сценам контрастно. Кстати, о создании атмосферы в этом фильме благодаря цветам я уже говорил в своем телеграм-канале «Менталист». Если вы желаете первыми получать доступ к полезному развивающему контенту, который я туда размещаю, а также другим разбором, переходите по ссылке в описании. Неоднозначной эта сцена является потому, что мы не можем быть точно уверены в том, кто убил Мосса. Хотя с первого взгляда все может быть очевидно. Если предположить, что Мосс даже не достал ружье и выронил патроны, а также предположить, что Чигур был раньше и убил девушку просто так, вывод напрашивается сам собой. Антон убил Льюилина, что подходит под типаж хладнокровного убийцы. Также девушку могли убить пришедшие мексиканцы, как свидетельницу, поскольку мы видим пистолетные гильзы рядом с бассейном. Но если они опоздали, заключение это не меняет. С другой стороны, если Льюилин все же сумел успеть дать отпор, а Чигур опоздал, и девушка была ранена просто так, либо же была убита, как свидетельница, убийцами Льюилина можно считать мексиканцев. Убийство Карла Джин, жены Льюилина, также остается за кадром. Мы видим лишь ее диалог с Антоном Чигуром. Антон говорит, что дал слово ее мужу, что должен убить ее. В этой сцене вновь подчеркивается принципиальность Антона. Как и тому мужчине на заправке, он предлагает сыграть в монетку. Но Карла Джин отказывается. Выбираете? Нет, не буду выбирать. Это немного выбивает Антона из колеи, с подобным он еще не сталкивался. Вместо своих привычных быстрых ответов, которые сбивают собеседника с толку или подталкивают собеседника к ответу, он некоторое время молчит, а затем повторяет. Выбирайте. Да что уповать на монету? Решаете же вы. Однако Антон быстро находит решение этой проблемы. Мнение монетки совпало с моим. Хотя убийство остается за кадром, мы можем быть уверены в том, что Чигур убил Карлу. Когда он выходит из дома, мы видим, как тщательно он осматривает свои ботинки, не оставил ли он на них кровь. Кроме того, в оригинальной книге четко говорится о том, что Антон убил Карл Джин. Таким образом, он в очередной раз доказал сам себе, что способен решать, кому жить, а кому умереть. Интересно отметить и то, что выбор именно игры в монетку отлично дополняет образ Антона Чигура. Монета может выступать как символ судьбы. Она случайна или имеет два разных конца. Но является ли Антон Чигур вершителем судьб? Богом. Следующий за убийством сцене мы видим вполне спокойный эпизод, в котором Чигур едет на машине. Он окидывает своим фирменным, спокойно презрительным взглядом детей, проезжающих мимо на велосипеде. Как вдруг его сбивает машина. Таким образом, судьба вершителем, который он себя считал, как бы говорит ему о том, насколько его жизнь хрупкая, может оборваться в любой момент. Выходя из машины, весь в крови он садится на край бордюра. И помогают ему те самые дети с велосипедами. К слову, это одна из немногих сцен, в которой мы видим проявление его человечности. К тому же, это единственная сцена, в которой ему помогает кто-либо извне. Ведь всю свою гонку за жертвы он бежал один. Антон принимает помощь от другого человека, но даже тут пытается ее купить. Его сознание даже не приемлет мысли о том, что кто-то может ему помогать просто так. Поэтому за все в этой жизни нужно платить какую-то цену. Еще одним персонажем, о котором стоит упомянуть, является Шериф Белл, поскольку именно его голосом начинается и заканчивается фильм. Если Льюлин жертва, а Чегур хищник, то, продолжая аналогию, Шериф Белл является ищейкой. То, что он говорит в начале, звучит как наставление кому-то из младшего поколения. Разговор отца с сыном. Фильм начинается и заканчивается словами Шерифа, создавая классическую кольцевую композицию. Я стал Шерифом этого округа в 25 лет. Уж сам почти не верю. У меня и дед за закон стоял, и отец тоже. Мы с ним одно время оба были Шерифами. Думаю, очень он этим гордился. А уж я и подавно. Из этого монолога мы узнаем мысль, которая прослеживается на протяжении всего фильма. Насилия и жестокости становится слишком много. Раньше Шерифам даже не нужно было оружие, чтобы защищать закон и порядок. Теперь же часто им приходится быть вооруженными до зубов. Вместе со своим напарником Шериф пытается догнать Чегура, но им это не удается. Старый Шериф слишком слаб, чтобы это сделать, а молодой слишком неопытен для этого. Не будучи в силах совладать с тем, что он упустил преступника, Шериф уходит из полиции. Учитывая, что начинается и заканчивается фильм словами Белла, можно воспринимать его как рассказ самого Белла. Он мог что-либо недорассказать зрителю. Важным для понимания фильма является концовка. В ней Шериф рассказывает два сна, которые ему приснились. В первом сне он теряет деньги, которые ему передает отец. Скорее всего, так режиссеры хотели передать идею того, что Шериф не смог сохранить некоторую ценность, которую ему передавал отец. Возможно, речь тут идет о том, что Шериф не смог стать таким же достойным человеком, как его отец. Другой сон был о том, что Шериф и его отец едут верхом на лошади всю ночь, а его отец проезжает мимо него, неся огонь в роге, как в старые времена. Он знает, что его отец будет ждать его впереди, разжигая огонь. И мы можем предположить, что Шериф уже готов к тому, что ему пора переходить в иной мир. Его принципы и желание жить ради других уже морально устарели. Тут, в мире, где жестокость растет с каждым днем, старикам не место. Выходит, даже если молодой Шериф станет опытнее с принципами старого мира, ему все равно не успеть за такими жесткими и сильными людьми, вроде Чигуры или даже Льюлина. Поскольку они играют по новым правилам. Правила мира, где жестокости и насилие становится все больше и больше. Безусловно, старикам тут не место, это художественное произведение. Но от этого не менее ценное. Оно заставляет нас по-другому взглянуть на жизнь, переосмыслить свое отношение к ней. Картина мира, которую нам показывают братья Коэн, по-своему мрачна и так же безжизненна, как и сам фильм. Мы видим очень много агрессии и насилия, но его значимость минимальна. Мы уже не обращаем на это внимания. Главные герои в этой кинокартине проигрывают. А зло здесь, если его можно считать таковым, не получает по заслугам и скрывается от правосудия. Антагонист обладает выраженными психопатическими чертами. Действует грубо и прямо, но при этом следует логичным и справедливым, по его мнению, принципам. Бесчувственность, насилие и жестокость единственные, кому удалось добиться своих целей. Лишь немного пострадав при этом, а морали и справедливости не удалось получить ничего. Действительно ли мы стали более терпимы к такому в кино и жизни? И действительно ли старикам в новом мире не место или же Антону Чугуру? На этот вопрос вы сможете найти ответ уже сами. Если твои принципы привели к такому концу, какой от них был прок? Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Самой активной аудитории я предлагаю подписаться на другие мои социальные соцсети. Например, в Инстаграме вы сможете найти контент по повышению своих коммуникативных навыков и формировании личного бренда и имиджа. А за подписку на него я дарю бесплатный чек-лист, как цвета влияют на результат коммуникации. Ссылка уже находится под видео в описании.